На единственном в Латвии святом источнике, что в местечке Ополе, начато строительство часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Свидетелями закладки камня в основании Дома Божьего стали наши коллеги. Молебен на закладку первого камня в основании новой часовни совершил благочинный Резакнинского округа протеерей Виктор Теплов. К началу события сюда приехали многие верующие люди с разных городов Латвии, священники Резакнинского края, во главе с его благочинным протеереем Виктором Тепловым и настоятелем крестовоздвиженского храма города Зылупа и иереем Андреем Смирновым. Сами люди пожелали, чтобы на этом месте можно было бы не только набрать святой воды, но и многие желали, чтобы к ней прикоснуться. Совсем недавно, после того, когда уже был заложен фундамент, мы узнали у родственников, у того, кто исцелился на этом месте, ведь это был местный житель, многие ищут чудес где-то непонятно где. Кто-то едет в Иерусалим, кто-то едет еще куда-то, многие даже плачут, переживают, что нет такой возможности. А ведь, оказывается, можно просто находиться на одном и том же месте, молиться Господу Богу, молиться Богородице, любимым святым, и получить здесь, на месте, в своем родном месте, в городе, в храме, уже исцеление. Этот святой источник известен своим исторически задокументированным чудом исцеления слепорожденного и с давних времен почитается в народе. Часовня у источника в ополе была построена в 1937 году, а в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы состоялся первый крестный ход и ее освящение. В 60-е годы часовня была разрушена, а крестные ходы прекратились. В 1991 году епископ Рижский и все Латвии Александр Кудряшов, ныне митрополит Рижский, благословил строительство часовни в прежнем виде. И с 2000 года крестные ходы продолжаются до сих пор. В 2017 году по благословению епископа Даугов Пелского и Разокненского Александра начались строительные работы по возведению новой часовни в поселке Ополе. Я как верующий человек, я преклоняюсь сюда и тоже приезжаю часто очень. Даже когда здесь была просто маленькая часовня простая. Но самое важное, чтобы это место осталось нашим молодым поколением. Что мы оставим за собой? И я думаю, что вот если, ну, как видно, что действительно с Божьей помощью эта часовня будет воздвинута здесь. И люди будут сюда приезжать. И никогда не забудется это место. Это уникальное, которое поможет людям исцелиться, просто прийти помолить. Может быть, просто свою душу излить, чтобы получить какое-то обогащение духовное. И действительно мы видим, что Пресвятая Богородица совершает здесь, на этом месте, множество чудес, о которых нам рассказывают паломники. И сейчас, в этот исторический момент, когда мы заложили камень в основание новой часовни, мы надеемся, что это святое место будет посещаться православным людям гораздо чаще. Здесь человек сможет уже не только набрать святой воды, но и окунуться. И мы надеемся, что, может быть, здесь будет проводиться и таинство святого крещения, как это полагается, чином погружения во святую воду.